Пока мальчишки во дворе гоняли мяч, Владимир лепил дома из пластилина. Тяга к ручному труду проснулась еще тогда, в детстве. Потом он увлекся исторической реконструкцией. Средневековое рыцарство стало предметом его особого интереса. Именно этот интерес и привел его в профессию кузнеца. Немножко вот сделал с последнего. Это вот этот нагрудник, который называется Кастенбруст. Это немецкий нагрудник. Кастенбруст в переводе – коробка на грудь. Кастенбруст. У которого подвижная юбка, такие ребра жесткости. 15 век. Вот такую вот штуку делаю у себя. Я это все делаю для так называемого нового вида спорта. Может быть, в последнее время он набирает оборот. Это ИСБ, исторический средневековый бой. Все больше и больше атлетов, спортсменов интересуются. Может, вы видели, в фейсбуке, в социальных сетях появляются ребята в клетке, в доспехах. Дерутся, кто они, откуда они. И вот я один из тех, кто этим занимается и делает для этого доспехи. Вот, в принципе, так я к этому и пришел. Сейчас Владимир занимается ковкой старинного топора. Это сложный и многоэтапный процесс, который требует мастерства, опыта и понимания работы с металлом. Сначала разжигается горн. Наша школа не отошла от традиции топить горн углем. Хотя многие современные кузнецы греют заготовки в газовом горне. Сейчас я буду делать грубую форму на наковальне, на молоте. Жарко. Особенно зимой опасно. Около горна жарко, а от него отходишь холодно и можно простудиться. Поэтому надо, чтобы не было сквозняков никаких лучше в кузнице. Обычно кузница – это какое-то индустриальное помещение. И многие, да, думают, что в кузнице там жарко. Но мы куем. Например, какое-то изделие заказывают. Ковка – это, как правило, ну, процентов 30. Все остальное – это слесарка. Нужно шлифовать, собирать, склепывать, варить. То есть, по сути, кузнец кует только, ну, 30% своей работы. Ковка – это самое такое сладкое, когда ты работаешь с металлом, делаешь вот эту форму. Это самое такое, самое приятное. Кузнецов часто путают с литейщиками. То и дело приносят что-то перед плавить. Но кузнецы не плавят. У них совсем другие печи, не такие горячие, как у коллег. Те и одеты обычно, как саперы, в защитной маске, тяжелом фартуке, чтобы не обжечься. У кузнецов все иначе. Стереотипы – это должен быть фартук, но голое тело, груда мышц, да, и вот он бородатый там стоит, кует. Перчатки – желательно поудобнее, да, вот, чтобы они были такие эргономичные для рук. Удобная обувь. Ну и, конечно, чтобы не обжечься как-то, ну, желательно иногда, я иногда фартук одеваю. Следить за процессом на уроке – это сейчас урок, если что. Учитель по металлообработке Рейнис Бауманис. Когда-то он сам окончил этот техникум и остался преподавать. Но преподавать – это не совсем подходящее слово здесь. У нас уроки выглядят так. Приходят молодые люди. Мы с каждым обсуждаем их задания. Смотрим, что выполнено, куда дальше идем, какой порядок выполнения, какие приемы используем. Уроки свободные. Мы позволяем себе более дружеские связи. Для того, чтобы лучше понять все эти процессы, лучше быть в дружеских отношениях. Каждый год осваивать металлообработку приходит в среднем 20 студентов. Среди них, к удивлению, много девушек. Нет, они не кузнецами хотят стать, а ювелирами. Но кузнечное дело для этого тоже нужно знать. Впрочем, к концу курса статистика перестает радовать. Наши отделения металлообработки оканчивают в 4 раза меньше студентов, чем поступивших на первый курс. Когда я учился, в начале года нас было 26, а окончили всего пятеро. До конца доходят действительно профессионалы своего дела. Дипломные работы, которые они оставляют после себя, достойны восхищения. Мы во дворе нашей школы. Здесь можно видеть много работ наших выпускников. Вот, например, решетка для кустов роз. Такой небольшой дворик. Разные скульптуры здесь. Камин вот. До него в прошлом году мы сделали эту лошадь-единорога. Флюгер стоит там сверху. И букет. А здесь одни впечатляющие ворота. Их сделал парень Микс. Они называются виноградные ворота. Это его дипломная работа, которую он сделал за год. Это и впечатляюще, и тяжело. Посмотрите, посмотрите, какие массивные материалы были использованы. Это железо тянется досюда примерно. И эти листочки, если я не ошибаюсь, не отправлялись на лазерную резку по современным технологиям, а выпиливались, так же, как все эти линии и изгибы. Ягодки тоже выкованы собственными руками, а не куплены в магазине. Дипломные работы стоят и во дворе, и в коридорах техникума, и в мастерских. Здесь одна большая выставка чудес металлообработки. В этой школе у нас каждый год проходит конкурс на лучший стул. Уже лет 10 в нем участвуют и отделения металлообработки. Я стою возле стула собственного производства. Я его сделал, когда учился на третьем или четвертом курсе. А это победитель прошлого года. Его сделал молодой человек с первого курса. Его конкуренты были старше. Муровень достаточно высокий, чтобы за пять дней создать что-то такое, наполненное смыслом, ценное и, в конце концов, тяжелое. Каждый ремесленник должен уметь сделать своими руками что-то, на что можно присесть и отдохнуть. Несмотря на то, что современные технологии и в этой сфере многое берут на себя, профессия кузнеца по-прежнему остается востребованной, особенно в сферах художественной ковки, реставрации и строительных работ. Владимир строит свою кузницу. После окончания техникума намеревается начать собственное дело. Знает, что будет непросто, но между молотом и накований он точно никогда не окажется. Елена Вихрова, Мартин Шпрешканс, Латвийское радио 4, специально для ЛСМ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин